Адра всего в 20 минутах езды от Дамаска, но трасса проходит через места, которые уже давно и надежно контролируются боевиками. Поэтому мы сворачиваем на насыпную дорогу, проложенную совсем недавно. Горы из песка и грудь старых покрышек, которые здесь по обе стороны, правительственные войска используют для защиты своих конвоев от нападения. Этот путь занимает больше времени, зато он безопаснее. Представители властей сообщили, что в декабре 2013 года Адру атаковали боевики из группировок, связанных с Аль-Каидой, и бойцы свободной сирийской армии. Они штурмом взяли город и использовали его жителей в качестве живых щитов, что сделало нашу задачу очень тяжелой для выполнения. Именно поэтому мы так долго возвращаем контроль над городом. Мы хотим избежать жертв. Мы первая иностранная съемочная группа, которая приехала к месту событий с момента той атаки. Мы подходим к городу так близко, как только это возможно. Туда, где стоит армия. Мы сделали здесь насыпи, чтобы отделить Адру аль-Балад от Адры аль-Амалия и не дать боевикам объединиться. Технически Адра разделена на две части. Старый город Адр аль-Балад и рабочий район Адр аль-Малия. Сегодня они оба находятся в осаде. Эти коридоры тянутся по всему периметру осажденного города, и военные патрулируют здесь днем и ночью. Это один из КПП сирийской армии. За этой стеной территория, захваченная боевиками. На данный момент основная задача солдат заключается в том, чтобы следить за этим участком и стрелять на поражение при виде приближающегося врага. Собственно, это все, что они могут сделать, так как любые боевые действия могут стать угрозой для жизни тех, кто остается в заложниках. А без доступа в город невозможно даже узнать точное число людей, оказавшихся в ловушке. К счастью, большей части жителей Адра удалось бежать. Мы встретили некоторых из них в двух километрах от города. Люди укрылись на территории цементного завода. Сейчас он остановился. Этот мальчик говорит, что больше не ходит в школу. Нам пришлось покинуть свой дом, потому что террористы напали на город, и мы были вынуждены бежать. Они заняли город, и мы не можем вернуться. Дороги перекрыты. Он говорит, что его отец госслужащий, поэтому его семье было опасно там оставаться. Мы спросили Зияда, где он сейчас живет. Мать Зияда появляется из темноты комнаты, площадью едва ли в 10 квадратных метров. Все, что сейчас происходит, неправильно. Все это было не нужно. Посмотрите, где мы сейчас. До чего мы докатились. Этим вопросом здесь задаются многие. Эти дети уже месяц не видели свою мать. Она тяжело больна и из-за осады не смогла получить необходимые лекарства. После того, как состояние женщины ухудшилось, ее отправили в больницу далеко от дома. Раньше мы жили в мире. А что теперь? Я хочу, чтобы в стране снова был мир. Прошел месяц с момента нападения на Адру, но до сих пор достоверно неизвестно, что произошло тогда, в декабре. Многие из тех, с кем нам удалось поговорить здесь, в этом лагере, бежали еще до атаки боевиков. Но мы встретили и тех, кто не успел покинуть город так быстро. Они искали тех, кто служил в сирийской армии. Я даже видела обезглавленные тела сирийских солдат у канализации. Нас было примерно 20 человек. Они выбирали нас по трое и убивали. Я своими глазами видела, как людей забивали камнями. Я до сих пор вижу это в своих кошмарах. Они перекрыли питьевую воду и закрыли пекарню. Маленькие дети чуть не умерли от нехватки воды. Боевики угрожали нам своими автоматами. Адра, в прошлом важный промышленный город, превратилась в очередное поле боя, уже утомленных военными действиями противников. В результате их трехлетнего противостояния более 100 тысяч человек погибли, и миллионы были вынуждены покинуть свои дома. И как и в других городах, победу здесь, похоже, не способна одержать ни одна из сторон. И как и в других сирийских городах и деревнях, расплачиваться за все по-прежнему приходится мирным жителям. Мария Финошина, Михаил Кондаков, Кирилл Вагин, РТ, Адра, Сирия. Мария Финошина, Кирилл Вагин, РТ, Адра, Сирия.